Музыка 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 Это, конечно, капля в море, поэтому приходилось маме вечерами еще подрабатывать, белить, мыть у людей и учреждениях. И мы с братом, он постарше на два года был, ходили помогать маме полы мыть. А полы были, конечно, не крашены, и их шоркали галиком. Галик – это камышинки, палочки, связывали в пучок. И вот им шоркали пол, потому что надо было полоскать на несколько раз этот пол, чтобы был, то есть, половиться желтыми. Мы, дети, старались маме помогать во всем. Я, как одна девочка, у меня два брата, то я не истирала, а стиральных машин, машинок, мы даже и не слышали о них. В то время не было. Была доска, большая цинковая ванна, и вот я кое-как доставала эту доску и стирала, мыла полы, жарила картошку. И вот однажды, пока сковородку унесли с печки, достала и уронили ее, и мне руку обожгли. Лекарств никаких и врачей особо не вызывали. А может, их и не было у нас в селе, я не помню. Мама мне помазала куриным жиром, рука долго болела, и очень долго было видно это место на руке. Дрова заготавливали сами. Помню, как мы с братом пилили большущую чурку, пилами, ручной пилой. Брат дернет к себе, а я не могу, и вот он прибежит на мою сторону. Дернет, вот так мы мучились. Целыми неделями пилили эти чурки. Родилась я и росла в семье учителя. Отец, Абросимов Михаил Константинович, работал в нашем селе учителем, а в дальнейшем директором школы. А школа наша, Цосучейская, была одна на весь район. Со всех сел дети учились в нашей школе. Несмотря на бронь для учителей, отец все же участвовал на войне с японцами в 1939 году в Холхинго, а затем и ушел на фронт в Великой Отечественной войне. И в 1944 году его не стало. Мне было всего три года. Я и знаю, и помню, конечно, из рассказов мамы. И вот мама осталась одна с тремя детьми. И мы выжили, все получили образование. Я, так как жила в окружении учителей, и с детства хотела стать учителем, и стала им. А во время учебы я каждое лето работала в пионерском лагере вожатой, в детском садике воспитателем. И вот отработала 19 лет в школе, 21 год в районном отделе образования, методистом, инспектором. Постоянно была в окружении хороших, замечательных людей. И сейчас мне повезло. У меня есть прекрасные друзья. Это преподаватели детской школы искусств. Они поддерживают меня, постоянно приглашают на праздники, поздравляют со всеми знаменательными датами и вообще помогают мне во всем. Я очень довольна этой дружбой и дорожу ей очень. Я как будто молодею с ними. Мне очень нравится, и я их всех люблю. И я хочу сказать, что прожив все трудности, невзгоды, я не потерялась, а прожила достойно жизнь. Надо любить свою родину, свое село, окружающих людей. Я до сих пор знаю и поддерживаю дружбу с теми людьми, которые жили в те непростые годы. Надо быть вежливыми и внимательными к людям. Всему этому я всегда приучала и своих дочерей, а впоследствии и внуков. И сейчас я понимаю, что испытания в жизни пригодились. Я не жалею, что жила в тяжелых условиях. Жизнь воспитала меня, можно сказать, закалила. Я получила высшее образование, хорошая работа у меня была. Две прекрасные дочери у меня, трое замечательных внуков. И сейчас я желаю всем людям мира, здоровья и любите свою родину, свой народ. И воспитывайте детей, чтобы они были хорошими людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова